какие материалы можно и нужно укладывать на пол у нас есть пять вариантов напольных покрытия в которое каждая имитирует дерево справа от тебя это что это массивная доска так называемая то есть цельный кусок массива это дерево чистое второй вариант это паркетная доска следующий вариант это ламинат кварц винил ну и последний материал который мы сегодня рассмотрим это керамогранит а теперь давай про те расходы про которые как бы обычно не задумываются и начнем с массивные доски и вот так вот крупными мазками то есть я купил доску она вроде бы дешевле чем паркетная доска но ты говоришь что там есть дополнительные существенные расходы которые придется оплатить если мы хотим эту доску да что это за расходы в первую очередь конечно это сама стоимость монтажа то есть стоимость монтажа массивной доски существенно выше чем практически наверное у любого из этих материалов второе это материалы это два слоя фанеры обязательно и клей обязательно нужен клей для того чтобы то есть если мы во всех вот этих четырех случаях залили стяжку и фактически можем на нее уклад ну да там подложку в каких-то случаях да нужно положить ну хотя я бы конечно еще равнитель сделал да 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 но тем не менее то здесь мы должны на стяжку на равнитель положить два слоя фанеры отцикливать ее и уже потом приклеивать еще от нее клей какой-то особенно и дорогой обязательно обязательно брать дорогой качественный хороший клей в противном случае просто ну может пойти неприятная ситуация когда это все отойдет и только в этом случае покрытие будет качественно и в этом случае покрытие не только будет качественно но еще будет служить очень долго потому что его можно закрывать в каких-то словах чтобы были в разных местах в замках разных да где-то где полы там вообще не менялись мне кажется никогда поэтому всякое то есть да очень долго может какие скрытые расходы у паркетной доски у паркетной доски есть особенность но особенность наверно приклеивать дороже чем замок до приклеивать будет дороже чем замок то есть проще ее сделать в замок да конечно даже независимости от того что подложка нужно конечно это самый простой вариант подложка это не такая дорогая вещь то есть абсолютно положили значит и все довольны если приклеивать то опять же ее на бетон ну клеить нельзя доску то есть опять же основа начнет влагу да конечно конечно пусть и нужно основании с фанеры обязательно поэтому но по стоимости это существенно дешевле чем доска однозначно это намного дешевле ламинат еще дешевле укладывать то есть специалисты берут за работу с этим материалом дороже потому что сам материал дороже риск повредить материалы придется покупать они соответственно берут дороже ламинат это ну там вообще бросовую условно цены там особенно если вы покупаете материал где-то в какие-то вот типы масс-маркете там они свою укладку еще дают чуть не бесплатно поэтому там совсем дешево кварц винил кварц винил если клеевой получается кварц винил то здесь стоимость клея нужно добавить и в этом случае стоимость с скажем так кварц винилом замковым она примерно уравнивается то есть потому что замковый кварц винил его легче укладывать а строители же обычно берут больше денег за укладку клеевого кварц винила и плюс еще добавляйте сюда стоимость самого клея он не сказать что очень дорогой но так или иначе он к стоимости какие-то а этот клей дешевле чем для доски дешевле намного ну вот насколько я сталкивался строители всегда берут дороже за укладку кварц винила чем там ламинат или паркетом ледок просто потому что под него нужно идеально ровный пол это первым сама подготовка дороже и второй момент то есть все равно вот с этим с клеевым с ним больше возни чем ну вот собирать грубые плашки в замок правильно поэтому до концу и теперь керамогранит керамогранит по стоимостью он именно то есть что туда в какие дополнительные расходы конечно это клей на который керамогранит клеится но и сами монтажные работы они будут дороже размера плиты зависит безусловно тут это точно правильно сказал то есть есть керамогранит большого формата но в данном случае мы все равно когда мы говорим о деревянном керамограните мы там наверное размером плашки каким-то ограничены хотя у ламином например у них есть под дерево по моему даже большой тоже керамогранит то есть там три метра на метр размеры в зависимости от размера плашки то есть строители какую-то цену выставляет но в целом это будет опять же ну не сильно дорого обычно стоит то есть там порядка хотя нет я не буду путаться в ценах лучше в каждом городе тем более не разные в общем это сопоставимо наверное будет ну вот может быть с укладкой кварцвинила чуть подороже думаю что керамогранит я думаю что мы в строительные дела не полезны не наше точнее не наше направление мы тут о материалах разговаривали а вот кстати друзья интересно напишите в комментариях с какими вы сталкивались с проблемами при при укладке того или иного материала что мы еще не сказали что не учли какие дополнительные скрытые расходы выявились при укладке того или иного материала пишите в комментариях не стесняйтесь мы это все почитаем ну и наши зрители тоже почитает и я думаю что это будет полезным уроком для тех кто только собирается делать ремонт и наверное мы здесь еще одну ремарку сделаем для того чтобы для тех кто собирается делать делать ремонт мы скажем о том что каждый материал из все материалы из здесь представлены они требуют запаса то есть вам необходимо при том что вы значит покупаете какой-то материал по квадратуре вы должны учесть обязательно запас в зависимости от того какая у вас раскладка она может быть там прямая диагональная раскладка то есть запас будет больше или меньше и здесь уже нужно индивидуально смотреть на ваш проект на ваше помещение в которое собрались вкладывать но обязательно берите запас почему даже могу сказать даже если вы все идеально уложите ничего не разобьете то в какой-то момент вы можете повредить какую-то там плашку и в этом случае у вас будет там одна две три штуки на в общем запасайтесь как плюшкин покупайте гараж или склад и туда складываете оставшиеся остатки до чтобы в случае чего можно было заменить но имейте ввиду что натуральные материалы такие как например массив вот таких как он послушал и у меня после ремонта две пачки ламината лежит подъезде вот это хорошо это неплохо 10 лет лежит уже случае чего можно продать соседям натуральный материал имейте ввиду он выцветает на солнце то есть ну почему кстати на ради и ламинат тоже бывает некоторый выцветает в кварцвинилах в ламинатах в некоторых давай вот давай вот на это поговорили на эту тему поговорим отдельно как каждый из этих материалов ведет себя со временем год пять лет десять лет какие-то же изменения происходят обязательно то есть я например знаю что ламинат в принципе рассчитан не на продолжительный срок службы в зависимости от класса ламинат давай об этом поговорим вот плитка плитка сколько она может служить выцветит она не выцветит как-то на деформироваться будет может вода ее повредит кислота варенье если она окрашена да если если она окрашена в массе то она и не вышоркивается но есть плитки то есть если если мы говорим о керамической плитки дата у нее верхний слой может сниматься керамогранит он очень устойчив к стиранию и чем керамогранита вообще ничего не будет ну если в домашних условиях можно сказать и так что он там 30 лет простоит и надо там гирю уронить чтобы он разбился да это не факт что он разобьется вот если он лежит на кухне упал ножка стриуля вода пролилась ему же все равно но практически ничего в редких случаях за редким исключением вы какой-то скол сделаете но может быть вот на краю керамогранита если вы туда прямо попали а так его действительно очень сложно повредить и чем-то там кварц винил сколько времени служит что может с ним произойти кварц винил служит тоже очень долго у него срок службы заявленный производителем это 15 лет начну зависимости конечно производителя они там могут больше писать и меньше но в целом то есть это порядка 15 лет он очень хорошо скажем так выдерживает механические какие-то повреждения если бы туда гирю уронили то он максимум что может продавиться чуть-чуть да то есть если мы будем ножом его резать то конечно мы его повредить сможем но в целом от допустим каблуков каких-то ну от каких-то таких вот повреждений то есть он не поцарапается и будет служить очень долго вообще очень хороший материал он очень из износа устойчивый ламинат ламинат в зависимости от класса если мы говорим о 30 например классе то там устойчивость совсем маленькой срок службы до пяти лет 31 класс в домашних условиях это порядка 10 лет 32 класс это порядка но это же зависимости от того опять что будет происходить конечно конечно но если мы дома находимся и уронили например утюг на скажем 30 класс то скорее всего он там пробьет и там будет прямо он будет выцветать да да чаще всего они выцветают и есть у некоторых ламинатов дополнительный защитный слой который под ламинацию ложится эта защита от ультрафиолетовых лучей а он будет разрушаться в принципе сам как материал вот например подложка там крошка под него какая-то попала по ней ходят вот замки замки и да вот я знаю что когда разбираешь ламинат который остался после застройщика но мы приходим убираем после первой же разборки все разрушается так это получается что пока он лежит в квартире там что с ним происходит он же уже как бы там крошиться в начиная если мы говорим о дешевых ламинатах которые уложены еще на невыровненное основание то там замков можно сказать вообще практически можно ничего не оставить то есть если мы говорим о ламинатах более дорогих качественных уложенных на основании на выровненный то замками у них там особо ничего не случится в случае если вы их водой не зальете если вы попадаете сюда водой то конечно тогда давай уточним если сюда попадает вода но например на кухне уронили случайно стакан воды и просто там про него забыли или вытерли но какая-то часть воды попала в швы ну в швы просто и она там осталось это случилось раз два три триста шестьдесят пять раз но время-то идет год второй третий постепенно это туда проникает более того мы моем полы более того там у кого-то маленькие дети собачки там я извиняюсь за подробности написали и это тоже все туда попадает на кресло по которой ездит поэтому что происходит с этим материалом я так понимаю что с плиткой в этом случае вообще ничего не произойдет с кварц винилом вообще ничего не произойдет с ламинатом что он же начнет разрушаться да да он начнет разрушаться однозначно то есть он будет то есть если вода будет попадать то как я сказал он будет разбухать вот и потом в тех местах которые будут выпирать из-за того что они разбухли начнется и ну они начнут стираться и будут появляться белые такие полосы в общем это зависит как я сказал от класса в первую очередь но устойчивости к истиранию ламината но точно можно сказать что этот материал гораздо более устойчивый чем вот этот материал а давай про паркетную доску что со временем с ним происходит но во первых точно он выгорает на солнце то есть это не то что он побелеет это то что он сменит оттенок и в принципе это даже никто скорее всего и не за не заметит в том случае если у вас не будет а вот если оставят пару плашек на замену и захотят поменять то точно будет отличаться по цвету надо заметить и что он отличается по цвету ну и наверное если у вас есть какое-то помещение куда вот допустим постоянно попадает свет то есть при включении света можно будет увидеть что вот именно вот в этом месте типа такой квадрата от окна но условно конечно солнце движется все равно но такое я видел по крайней мере это интересно увидеть в общем теперь по поводу того что он как что с ним происходит первое самое важное что мы говорим нашим клиентам когда они покупают у нас массивный пол или паркет купите увлажнитель обязательно потому что это натуральный материал он дышит и ему необходима определенная температура и определенная влажность если вы это соблюдать не будете то очень скоро в ваш вот этот прекрасный пол превратится в такой вот домик вот или сохнется и будет совсем некрасиво поэтому первую очередь щели появятся да да щели появятся то есть особенно это вот весенний осенний период когда влажность повышена либо сухость то есть это натуральный материал который подвержен изменениям физическим то есть расширение он дышит да то есть он реально дышит вот то есть и соответственно необходимо чтобы была определенная влажность она должна поддерживаться только в этом случае можно гарантировать что он вообще будет жить для начала но и здесь я так понимаю помимо смены цвета здесь и здесь помимо того что он может там сузиться расшириться появится щели или домики из-за несоблюдения вот здесь конечно щели или домики они ну с меньшей вероятностью появится так как он приклеен его для этого и приклеивают массив для того чтобы он собственно не это можно приклеить но здесь как сказать вот он такой вот составной грубо говоря и здесь каждая отдельная плашка она дышит по-своему для этого в общем-то он и сделан таким вот но мы видели допустим разные разные случаи когда домиком вставало так что будет происходить например если дома домашние животные однозначно если какая-то допустим крупная собака да и ну и она бегает по дому то вот так такие материалы их но использовать не рекомендуется по той простой причине что собака ваша своими ногтями очень быстро этот материал убьет но не то что рекомендуется а просто нужно быть к этому готова ну да надо просто готов готовым быть все правильно по чтобы заменить потом через какое-то время вот то есть посчитали можно его поцарапать да да а маленькие дети на велосипеде прокатились упали там чем-то проскоблили машинкой до царапины но здесь надо сказать о том что этот материал на реставрируется в принципе то есть есть реставраторы которые работают они вот эти все вещи делают ну скажем так менее заметными вообще их убрать иногда получается иногда не получается но по крайней мере менее заметным их можно сделать подогнать подсвета заполнить чем-то и так далее ну то есть со временем вот эти два материала про которые мы говорим у которых верхний слой дерева они могут очень сильно измениться и на самом деле это пугает многих потому что царапины вмятины они очень подвержены вот этим физическим воздействием потому что это натуральный материал но это блин натуральный материал во первых он очень приятный на ощупь ни один из этих материалов ламинат кварц винил плитка близко к дереву до добрались совершенно другая история а здесь на ощупь это конечно совершенно другая история если вы ходите босиком дома и любите ходить босиком то это только дерево и только она подарит вам вот эти теплые ощущения и физическое тепло и просто приятные тактильные ощущения хотя если кто-то любит приятный легкий холодок то можно по керамограниту очень часто возникают вопросы я хочу единый пол во всей квартире начинает прихожая до кухни что делать люблю паркет как в прихожую паркет там ведь обувь какая-то крошка на ботинках и он может просто поцарапаться а кухня это же вообще катастрофа там вода кастрюли ложки вилки падают такое ощущение что там производства я даже не знаю чего там просто все на пол летит все роняет просто